Мастер из Ханты-Мансийска Александр Рязанов поедет восстанавливать пострадавший после пожара собор Парижской Богоматери. Сейчас там работают эксперты и оценивают масштаб катастрофы. Реставрация Нотр-Дама начнется только осенью. Будут работать лучшие специалисты со всего света. Югорчанин оказался в их числе не просто так. Александр Рязанов работает с деревом больше 40 лет. Этот человек известен всему округу. Он смастерил трон, который исполняет желания. Его резьбой украшены скамейки и столы в национальной деревне Вендкорт. Именно он трудится над созданием будущего музея леса. Я взял электроды, ну это обычные электроды, сварочные, только толще. Я стал просто так вот попробовать варить. И вот смотрите, получилось. Имитация, абсолютно имитация дерева, коры. Спил дерево тоже из металла. Большая кедровая шишка в изголовье и дятел в краю. Лесной трон Александр Рязанов мастерит к международному форуму в Китае. Такие заказы не редкость для него. Скульптор, художник, реставратор и резчик по дереву в одном лице берется за все. Умельца знает весь округ. И тем не менее, когда раздался звонок из ЮНЕСКО, Александр не поверил. Думал, розыгрыш. Зазубрил, вот такое маленькое, вот четверостище вот такое маленькое. И когда мне спрашивает, Александр Николаевич, знаете ли вы французский язык? Я говорю, Жесюем Птигарсон, Жемопель Гастон, Шак Матен, Жеве Аликоль, Жеровьен Авек Монами Поль. Она говорит, достаточно. Она говорит, вы знаете, мы хотели вас пригласить на реставрацию собора Парижской Богоматери. Я понимаю, что меня мало лупили. Надо было лупить больше, я бы язык такой выучил. По телефону мастер ответил на 30 вопросов, начиная от стандартного о здоровье и включая не совсем обычный. Его попросили помочь в доставке 10 кубов ценной сибирской лиственницы в Париж. Александр Рязанов пообещал, подумает, все-таки не каждый день приглашают реставрировать мировое наследие. Напомню, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Шпиль из дуба погиб безвозвратно. Уникальная кровля не уцелела. Обрушились часы, пострадало, но в меньшей степени внутреннее убранство. Уже осенью лучшие специалисты со всего мира приступят к реставрации. Однозначных прогнозов нет, но многие эксперты уверены, на восстановление могут уйти десятки лет. Тем не менее, воскресить Нотр-Дам намерены в крайне сжатые сроки. За пять лет. Думаете, мне дадут орган реставрировать? Или дадут иконостас? Или дадут витражи? Это в лучшем случае. Дадут тережку вот так вот с углем и скажут, что он туда вываливает на французском языке. Это в лучшем случае. Ну, я так шучу. Если серьезно, то пока художник не знает, что конкретно будет делать. Детали сторонам еще предстоит обсудить. Но это будет связано с его специализацией, с деревом и металлом. А сама командировка во Францию займет полгода. Может и больше. Сейчас Александр шлифует свой французский и готовит документы. Милана Поварницына, Ильдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.